Египет может стать проводником нового штамма коронавируса в страны Африки. Наличие в регионе нового типа вируса на днях подтвердили в Минздраве страны. Пока неизвестно точное число инфицированных, но аналитики опасаются, что из-за туристов, активно посещающих курорты, новый штамм может распространиться очень быстро. В первую очередь по африканскому континенту. Резкий рост числа инфицированных в Египте как раз говорит о наличии незваного эпидемиологического гостя в регионе. Какие же меры принимаются на курорте, чтобы страна не стала коридором для нового вируса, выяснял Дмитрий Лукша. Распространение нового штамма коронавируса можно назвать не иначе, как эпидемиологическим дежавю. Клиники вновь переполнены, десятки стран закрывают границы и вводят строгие ограничительные меры. На днях медики рассказали об особенностях болезни. По словам экспертов, новый штамм коронавируса чаще поражает детей. Исследования показали, что больше всего мутированным вирусом болели подростки до 15 лет. Классическому COVID-19 было проще проникать в клетки именно взрослых людей из-за особенностей строения их организма. Новый штамм коронавируса впервые был зафиксирован в Великобритании еще в сентябре. Это не было шоком, ведь такая болезнь, такой вирус рано или поздно должен был мутировать. Данный штамм распространяется быстрее в несколько раз, поэтому сейчас просто необходимо принятие новых сдерживающих мер, которые были бы ничуть не слабее предыдущих. Пока не ясно, является ли штамм устойчивым к лекарствам и вакцинам, исследования в этом направлении продолжаются. Эпидемиологи Египта в полной готовности лаборатории переполнены тестами. Медики пытаются отыскать инфицированных новым вирусом, чтобы составить карту опасных зон. Мешает работе врачей действующая с определенными ограничениями курортная зона. С учетом повышенной заразности нового штамма, передвижение туристов может запросто расширить географию распространения неисследованной болезни. Сейчас тщательнейшим образом обследуются все приезжающие в Египет. По новым правилам, тесты будут проходить туристы и перед вылетом из страны. Эти меры позволят сдержать распространение вируса в другие государства, но ведь нельзя делать Египет закрытым вирусным полигоном. Своих сил нам не хватит, чтобы лечить египтян и тысячи приезжих. На недавнем совещании в парламенте депутаты обсудили возможность закрытия всех курортов и возвращения к строгим ограничительным мерам, в том числе комендантскому часу. Эпидемиологи признают, если сейчас не сдержать распространение нового штамма, Египет может стать его проводником сначала в страны Африки, а после Азии и Европы. В начале января чиновники обещали принять окончательное решение. Дмитрий Лукша, Светлана Брахмит и Амар Мурат, Хабар 24, Египет.